Информация о населении теперь еженедельно будет поступать не только от СМИ и интернет-ресурсов, но и от властей Сочи. Такое решение было принято после проведения на прошлой неделе целого ряда лекций. Около 10 тысяч сочинцев прослушали информацию о вреде алкоголизма. Общее дело. Мы показывали тот фильм, который мы презентовали с московским штабом общего дела у нас здесь в администрации, про алкоголизацию населения. И фильм, и лекции произвели действительно фурор. То есть народ оставался после самих лекций, задавали вопросы, потому что эта тема не может не беспокоить. Она действительно тотальная, она действительно задевает практически нашу каждую семью. Получился такой хороший, на самом деле хороший проект, и мы намерены его продолжать. И не только его. Нам надо сегодня на год разработать календарный план. И каждую неделю мы должны иметь лекторов, специалистов, конечно, которые по определенным темам. Не только это касается, скажем, профилактики антисенциальных объектов, а это должно касаться всех направлений. И экологию нам необходимо рассказать, какие мероприятия по экологии делаются. Рассказать нашему населению, почему у нас есть неудачи, потому что и население в этом виновата. Рассказать нужно и о, скажем, наших культурных мероприятиях. Спектр тем широк. Говорить необходимо как о здравоохранении, считает Анатолий Пахомов, так и об активном участии населения в организации городских мероприятий. Тем более, что Сочи – город событийный, и жители должны быть не только наблюдателями. Первой ласточкой такой всеобщей активности сочинцев стал прошлогодний карнавал «Лето». В этом году программа обещает быть насыщенней. Он у нас будет под лозунгом «Твой карнавал, твой восторг, твой Сочи». Мы продолжаем продвижение нашего бренда города Сочи. У нас уже едут известные коллективы, поскольку это театрализованное шествие, шляпная феерия продолжается, потому что это такой элемент карнавальной колонны, он такой и забавный, интересный фестиваль наших шаров будет. И мы в этом году, это новинка карнавала, мы впервые будем проводить, он вообще в России девятый раз проходит, но впервые у нас будет проходить Всероссийский фестиваль анимационных команд. В этом году карнавал пройдет 27 мая. Старшествию колонн будет дан в 4 часа дня. Уже сегодня о своем участии заявили 36 команд. Вместе с коллективами из Челябинской области Архангельско-Краснодарского межскольного эстетического центра пройдут и сочинские многодетные мамы. Завершится шествие на Южном Аллу, где будут работать разные точки активности.